что такое партия в понятийном понимании этого слова партии есть часть или авангард класс не бывает партий всего народа потому что партия это понятие суббогоба класса то есть если партия какого-то класса она не может быть партией другого класса потому что она не может одновременно оставить интересы другого класса когда у нас сейчас пытаются также представить единую россию как партию сегодняшнего всего народ как-то было в позднем кпсс потому что общество оно разделено классовыми интересами так антагонистически и сегодняшнее допустим это такое скрытое лицемерие когда якобы представитель буржуазной партии будет еще и защищать интересы тех кого на эти представители буржуазии бакрали и происходит систематически и каждый день на чем основана капиталистической сущности производства так в общем-то и кпрф она как бы своим лозунгом считает за защиту всех трудящихся но что такое разберем что такое трудящиеся ведь не всякие трудящиеся это рабочие мы под большим классом сегодняшнего населения имеется класс мелкой буржуазии который если мы начнем изучать основу научного социализма довольно таки двоякие противоречивые интересы что такое мелкий буржуа мелкий хозяйчик работающий на рынок то есть представитель мелкой буржуазии не удовольствием интересы то есть он как рабочим сам трудится первую очередь но при этом у него желание в дальнейшем стать настоящим представителем буржуазии на нет наемных рабочих и жить уже исключительно использованием наемного труда то есть и поэтому идеология такая же поэтому сегодня когда также КПРФ заявляет что она в партии всех трудящих тоже она признает этим что она пытается отставить право всех трудящих но при этом вам любой сегодня представили крупный буржуазии убедительно за три минуты окажет что он встает в пять утра и работает побольше любого рабочего есть конкретно определение рабочего это человек который занимается или пролетарий как максимум социал-демократическая она получается да это много сейчас который занимается непосредственно живет продать уже своей рабочей силы не имеет никаких доходов других доходов других капитал то есть единственное что он сегодня может продать на рынке в условиях товарных хозяйств это свою рабочую силу понятия труд такого к продаже такого нет есть понятие рабочей силы который именно в обиход вел карл макс разработал это понять капитале то есть если мы сегодня говорим что КПРФ это партия всех трудящихся то есть это уже мы понимаем что она будет оставить интересы не только рабочего класса значит класса мелкой буржайз это сюжет такой опять получается партия всего народа такое быть просто не может потому что понятие партии понятие Субба классовыми для чего то делается буржуази пытается всегда принести новый приходящий класс этого является господством представить свое интересное как общенародное вот и сегодня крупным буржуазией партии пытаются представить свой интерес самый крупный буржуазная партия Единая Россия представить свой интерес как якобы как общий народ. На самом деле, ну, эта партия отставит интересы крупной и средней буржуазии. Нет, для кого не секрет. И, опять же, надо судить всех по его делам. Никогда вы не увидите, что представители крупной буржуазии ощущали интересы наемного рабочего. Опять же, разберемся с понятием, что такое коммунистическое. Коммунистический. Комуни значит общий. Общий – это общий, социалистический, коммунистический в разном названии. Коммунистическая партия. В первую очередь, это партия рабочего класса, класса наемных рабочих. Это человек, у которого нет доходов с другого капитала, кроме продажи уже своей рабочей силы. То есть, понятие коммунистический и мелкой буржуазии никак не может относиться. Если мы возьмем дореволюционный период 1917 года, это партия мелкой буржуазии, при этом тогда масса грамотно выяснили, прекрасно понимала, какие интересы отставят та или иная партия. У нас было много мелкой буржуазных партий, таких, допустим, социалисты-революционеры СССР. Вот они четко отставили или анархисты, это были представители партий мелкой буржуазии, многочисленные. В тот период 80% населения была мелкой буржуазией, крестьянством. Они отставили чисто интересы мелкой буржуазии, с ее двойственной идеологией. И сегодня, если партия называется коммунистической, то это непременно партия рабочего класса, класса наемных рабочих, которые живут исключительно в продаже своей рабочей силы и не имеют никаких других доходов, никаких других капиталов. То есть на рынке ему представить больше нечего, кроме своих рук рабочих. Вот поэтому, когда и за то, что классовый характер, в первую очередь руководство КПРФ, пытается представить свои интересы как общенародные. Такого не может быть, так как, опять же, я повторюсь, в партии это понятие сугубо класса. А так как мы перешли уже с 90-го года полностью в классовое общество, вновь вернулись по жертву, контрреволюционный переворот. То есть партия, если она называет себя коммунистической, может отставить только интересы и представлять интересы рабочего класса. В первую очередь экономические, в дальнейшем политические, потому что это непосредственно все между собой связано. Также, если мы представим состав КПРФ, это ее руководящая, там и не найдет ни одного рабочего, последний был. Василий Шандыбин, который уже было получено, перешел в мир иной. Вы увидите там олигархов, вы увидите там представителей мелкой буржуазии. Поэтому и непосредственно поддержкой КПРФ всегда занимаются те же предприниматели. А кто такие предприниматели? Это представители буржуазии. То есть она заветомо поддерживает и поддерживает мелкой средней буржуазии. То есть назвать эту партию коммунистическом смысле понятийно невозможно. Если мы будем судить не по названию, по форме, а по сущности. Кому не значит общий, это предполагает общественную форму собственности на основные средства производства и уничтожение частной собственности на средства производства. При этом сегодня... Такого требования в КПРФ не выдвигает? Нет, не выдвигает. И когда я был членом КПРФ, мы не стали задавать вопросы. Я говорю, ну как же, с уничтожением частной собственности? Они говорят, ну как же, частной собственности присутствует. Я говорю, да, но только в переходный период. Но это говорит о том, это мне задал вопрос, который в партии человек лет 40, начиная с КПСС, я имею в виду. И вот эта преемственность позднего КПСС, который был, наверное, ревизионист, болезнью была поражена процентов на 90, пришла плавно в КПРФ. То есть эта партия создавалась именно как такой буфер и свисток для снятия вот этого протестного настроения. А как вы прокомментируете такой распространенный ответ на лозунг, что частная собственность должна быть отменена? Такой ответ, что без собственника не будет порядка. Если общее, то ничье, и будет разруха. Нет. Ну, да, кстати, вот, если все время большевиков и коммунистов, то и до сих пор, когда в дискуссии каких-то представляют, но эти коммунисты малоатолитически подготовлены, пытаются упрекнуть, что вы хотите все поделить и раздать незаслуженно кому-то всем. На самом деле все не так. Лозунг «отнять и поделить» — это был левосеровский лозунг, это лозунг мелкой буржуазии. Чем поздний период Советского Союза у нас, в общем-то, отличался? Тем, что вот эти мелкобуржуазные идеи, которые, в общем-то, здорово очень в 60-х годах внедрялись в сознание советского человека, оно все можно определить таким. Все вокруг колхозное, все вокруг моё. То есть было незазорным украсть с завода ключ, пронести домой с колхозом мешок комбикорма, взять молока, что ли к себе нужно. То есть это вот выражает идеологию мелкой буржуазии. Взять от общества побольше и пожирнее, дать похуже и поменьше. То есть работать кое-как, а при этом очень хорошо получать зарплату, тем более раб. Было очень-то все хорошо. Поэтому это не лозунг большевиков, не лозунг коммунистов. Лозунг коммунистов таков. Отнять целости, преумножить и отдать народу, тому, кто это все создал. Отдать, забрать маленькие кучки вот этого класса, в общем-то, людей, которые живут наёмным трудом, исключительно наёмным трудом. И получают из этого баснословные прибыли. Отдать всему обществу, на развитие этого общества. И весь тот прибавочный продукт, который, естественно, образуется, не поделить, опять же, между теми же производителями. Это был тоже глубоко, кстати, Ленин ещё критиковал, когда представители одной из фабрик, в начале восстановления советской власти, решили, что вот это их предприятие, и вот это весь коммунист. Нет, он и критиков. Это для блага всего общества, а не только для членов. Иначе это просто акционерное общество. То есть не отнять и поделить, а взять своё закон и отдать во владение всего общества, всю эту собственность. И у нас, если мы вспомним нашу Конституцию, собственность была общественная и неделимая. Вот, крупная неделимая собственность была. То есть это абсолютно вводит в заблуждение, что это... И опять же, не нужно путать частную и личную собственность. Как ещё Марс замечали, ну, нельзя человеку равнять в личных потребностях. В одного потребности, в таких других чуть больше. То есть взять вот это называлось такой казарменный коммунизм, который ещё утопический социализм, социалисты пытались вне дыть, чтобы давайте сделаем такое общество, построенное на абсолютно одинаковых потребностях. То есть у кого-то потребности немножко больше съесть, у кого-то немножко меньше. Потому что, значит, давайте вот симпайку растерим как в тюрьме или где-то в казах. Нет, это абсолютно неправильный постулат. То есть нужно уничтожить только частную собственность. А что такое значит, что уничтожить частную собственность и первую часть класса? Это значит уничтожить разницу. То есть доступ к средствам производства должен быть для всех членов общества абсолютно одинаковым. Что такое понимание было Владимира Ильича, уничтожить класса. Что значит уничтожить класса? Уничтожить невозможность одних получать доступ к средствам производства. То есть владеть средствами производства должно всеми, всё общество. И всё общество должно пользоваться результатами этого труда. Вот в первую очередь, какой был смысл коммунистического общества. Если вот я как понимаю, что такое коммунизм, такое довольно-таки утрированное нам видео. Это вот мы... А на чём основано капиталистическое общество? Оно основано целиком на товарном хозяйстве. Это в тот момент, когда товаром является уже сама рабочая сеть. То есть человека можно уже продавать не как при рабстве. Говорят, капитализм это комическое рабство. А человек себя продаёт на час, на день, на год. А что коммунистического общества? Это большая семья, в которой, допустим, вы же не продаёте собственному сыну, допустим, хлеб за обед. Не пускайте его в обмен. Ну, берётся по потребности и вместе потребляет. Такой же, в общем-то, каким было общество первобытного общественного коммунизма. Все работали и все в равной, ну, в достаточной степени потребляли продукты, произведённые тем же обществом. И вот именно общество было на свободном развитии, должно быть, асфалово. Вот что такое коммунистическое общество в жадком виде. То есть общество, общество свободных и развивающихся индивидуумов. Причём в этом обществе определяется именно положение человека, его не тем рабочим временем, а как раз свободным временем. Почему была задача общества, как можно снизить, увеличить производительность труда и с тем вызвать больше свободное время. Самая главная задача, это, конечно, и самая ценность общества, это время. Если мы уже представим, что прибавочное, то это время, значит, тут каждый капиталист крадёт у нас, у каждого, наше свободное время. Но свободное время не нужно понимать, как это время, которое мы как-то тратим по своему усмотрению. Свободное время в определении именно классиков, это время, необходимое для творческого развития личности. То есть именно, что человек уничтожил исторически сложившееся разделение труда, чтобы он в тот же момент мог бы заниматься и музыкой, заниматься и математикой, заниматься и производством, и физической работой. То есть развиваться всесторонне, только односторонне, как, допустим, уже даже на производстве людей. Если он работает, это делать определённую операцию, на заводе, допустим, фор, правая рука. В конечном итоге у меня просто правая рука выходит из строя. С того, что я, допустим, как представитель мелко-буржезии, занимаюсь одной и той же операцией. У меня уже болит локтевой сустав. То есть развития у меня общества, как личности, у меня абсолютно нет. То есть вы предприниматель, но при этом сами трудитесь, да? Да, я представитель мелко-буржезии, но при этом прекрасно понимаю, занимаясь изучением классиков марксизма, прекрасно понимаю, что конец мелко-буржезии при капитализме абсолютно печален. Большая часть из неё станет представителями пролетариата, представителями наёмно-рабочими непосредственно. Это большая часть. И лишь очень маленькая часть, целенная вот этими иллюзиями, станет чисто буржать-буржать. То есть будут сами нанимать наёмно-рабочих. Но тот, кто изучает развитие товарного хозяйства, прислуживания капитализма, то прекрасно понимает, что условия конкуренции происходит постоянно монополизация, постоянно концентрация капиталов. И мелкие производители не минуленно экспортируются, особенно в период кризиса, что мы сейчас очень часто и замечаем. Я, да, вкусно, по своему окружению, особенно по мелкому. Присчитываются сегодня мелкие, даже не по какой-то там своей надобности, а по необходимости стали представители мелкой буржуазии. То есть, вследствие развала производства приходилось людям заниматься, чтобы просто выжить. Кто-то действительно стал представителем буржуазии на сегодняшний день из этого класса. А большинство сегодня в период кризиса разоряется и переходит в класс наёмных рабочих, не минуем. А так как кризис раз от раз становится всё более и более ожесточённым, они систематически при капитализме неизбежны, потому что это закономерность всеобщая. Всё большая часть становится разоряется. И последний кризис, который уже длится с 1998 года примерно, это ярко показывает, что дальше конкуренция среди какой-то отрасли монополизированной растёт, и происходит дифференциация общества. Происходит именно вот этот, так называемый, средний класс, который у меня есть. Класс мелкой буржуазии довольно-таки многочисленный. Начинает раскладаться на пролетариат, процентов 80-90, и 10 процентов, так и успевающих, те, кто попал, вскочил в этот поезд буржуазии. Ну, очень мало. И в классе буржуазии идёт непрерывная тоже борьба. Поэтому тоже идёт расслоение общества. В период кризиса идёт очень быстрыми-быстрыми темпами. И, конечно, буржуазии всеми средствами поддерживают эти мелкобуржуазные иллюзии, в том числе и рассказывают о поддержке малого и среднего бизнеса. Ну, это, конечно, для людей, которые не совсем понимают, что это в политэкономии, или совсем ничего не понимают. Но процессы происходят либо естественными путями, как, допустим, во многих сферах, либо они происходят политическими путями. Вот вспомните недавнее событие с перевозчиками, так называемое, ведение системы Платона. То есть, вот, как бы люди выступают, там... Ну, мы же, если мы будем смотреть на процесс объективный, этот процесс абсолютно в рамках капитализма объективный. То есть, кричать об этом «Ах, караул!» не стоит. Просто именно, если партия рабочая, она должна объективно объяснять эти причины. Почему так произошло? Этот рынок, наименее, был монополизирован. И чтобы теперь монополии хотят свои интересы соблюсти, а так как они имеют во властной структуре, то есть, в политической настройке своих представителей, они ввели вот эту систему, так называемых, платить за тонну. То есть, сегодня крупные товаропроизводители, они могут себе позволить внести свои расходы, этот параграф, так называемых, платить за тонну. И на расценках у них это сильно не скажется. А при этом мелкие, представители мелко-буржуазии, которые имеющие одно-два автомобиля своих личных, в которых громадные издержки, они не могут конкурировать по ценам. Естественно, в этот момент идет гигантское расслояние и вот эти люди просто в массовом порядке будут переходить в классно-буржу. Они будут наниматься крупной конторой. Это процесс, в рамках капитализма, нужно пойти, он вполне объективный. Кричать, опять же, говорю, ах, караул, чего не стоит. Нужно просто объяснять, что это неизбежно. И поддерживать их иллюзии, это было бы глупым каким-то, для представителей, я считаю, мистическим, нужно просто людям объяснить, что это то, что вы хотели. Вы хотели капитализм, значит, вы получите с рынка свободной конкуренции. Конкуренция побеждает сильнее, побеждает монополи. Вот мы видим, вот здесь как произошло просто политически. Ввели по требованию крупных представителей крупной буржуазии, и это произошло. Все произошло. Дифференциация. Ну что ж, спасибо за теоретический обзор и раскрытие классовых интересов, и их выражение в политической жизни. Спасибо.